Количество звонков от телефонных мошенников с каждым днём возрастает. О новых схемах обмана, в результате которых люди теряют свои сбережения, узнал Богдан Колесников. Ольга Николаевна, по вашему заявлению возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159. Я вас сейчас признаю потерпевшим и допрошу вас в качестве потерпевшим. Вы расскажете об обстоятельствах, которые произошли 3 февраля этого года. С начала января это уже 25 уголовное дело, которое ведёт Светлана Смирнова. За последние годы телефонное мошенничество превратилось в основной способ выманивания денег. Мне позвонили с незнакомого номера, представили сотрудниками банка, сказали, что на моё имя есть кредит. И чтобы его погасить, мне нужно взять новый кредит. Я, естественно, испугалась, побежала в банк, взяла этот новый кредит. Пока я это всё оформляла, делала, они скинули уже как раз-таки номер ячейки, куда нужно положить деньги. Я это сделала. И за считанные часы жительница Люберец лишилась одного миллиона рублей. А след мошенников простыл. Существует очень много видов мошенничества. Звонят, ну, как правило, самое популярное, это когда звонят и говорят, что на ваше имя открыты кредиты, и чтобы их закрыть, надо взять новые кредиты. И человек приходит в банк, и когда сотрудник у него спрашивает, там, на какие цели вы берёте кредит, для чего вы берёте кредит, не воздействует ли вам, на что. То, как правило, человек на это даже не реагирует, настолько его запугивает мошенник. Потенциальная жертва добровольно берёт кредит и следует указаниям телефонных аферистов. В результате попадает в долговую яму. На помощь приходят сотрудники следственного отдела. По материалам, собранным оперативниками, они возбуждают уголовное дело и приступают к расследованию. Мошенничество – это преступление тяжкое. И в уголовном кодексе предусмотрено лишение свободы. Если человек не понимает, не разбирается в той же самой криптовалюте, не надо переводить деньги непонятно на что. Какой вывод должны сделать жители? Какой совет дадите им ценный? Быть очень внимательными, бдительными. Только за 2023 год в Люберцах возбуждено несколько сотен уголовных дел по статье «Мошенничество». Преступникам грозит срок от пяти лет лишения свободы. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.